Несмотря на то, что виноград имеет южное происхождение, он вполне может давать хороший урожай и в средней полосе России, при условии, конечно же, если создать ему благоприятные условия. Иными словами, ему нужно обязательно обеспечить хорошую освещенность, проветривание, правильно формировать куст и, конечно же, установить шпалеры. А так как у себя на участке мы недавно пересадили виноградные кусты на новое место, и сейчас они уже достаточно подросли, то мы как раз займемся установкой этих опор, а заодно я буду снимать видео и пошагово рассказывать весь процесс. Сразу отмечу, что вообще шпалеры для винограда существуют различные конструкции, и каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Но мы будем делать один из самых простых и распространенных вариантов, это одноплоскостную, или же, как ее еще называют, одинарную шпалеру. Это такие опоры, на которых виноград выращивают в одной плоскости, и у нас это будет по вертикали. Первым делом мы выбираем наиболее подходящее место на участке. У нас это будет полоса вдоль забора, с южной его стороны, протяженностью 15 метров. Само место это солнечное, и благодаря тому, что забор сплошной и высотой около 2 метров, то он будет служить защитой от сквозняков. Итак, сначала мы подготавливаем вертикальные штанги. У нас это металлический профиль размером 4х2, а так как эти опоры будут располагаться почти через каждые 2 метра, то нам понадобилось их 8 штук. Далее подготавливаем ямы под столбы. Для этого с помощью садового земляного бура делаем в земле отверстие необходимого размера. У нас это глубина около 50 см, а диаметр 20 см. Затем на дно готовой ямы небольшим слоем насыпаем щебень, опускаем на дно профиль, заливаем цементным раствором с гравием и выравниваем его строго вертикально. Так последовательно устанавливаем все столбики и оставляем раствор дней на 10 выстояться и набраться крепости. А в это время я как раз покрасила их черной краской по ржавчине. Следующим шагом устанавливаем горизонтальные перекладины. У нас это будет композитная арматура с сечением 6 мм. И для всего виноградника нам понадобилась одна бухта длиной 50 метров. Конечно же вместо нее можно взять медную или же алюминиевую проволоку. Она тоже выдержит все возложенные на нее функции. Но тогда весь материал обойдется дороже. Да и при этом если выбрать железную проволоку, то она непременно будет ржаветь. Для этого сначала мы разматываем бухту арматуры, а затем, начиная с первой опоры, последовательно на одинаковом уровне от земли проволокой крепим ее на столбах. Затем, когда первый горизонтальный ряд уже натянут, делаем разметку на второй ряд. Для этого, отступая от первой натяжки 40 см вверх, последовательно крепим горизонтальную арматуру. При этом, чтобы в дальнейшем она не провисала под тяжестью винограда, проволоку натягиваем достаточно хорошо, чтобы она плотно прижимала арматуру к столбу. И так продолжаем до самого верха. У меня это 4 ряда. В завершении, когда наша одноплоскостная шпалера готова, подвязываем лозу винограда. Для этого аккуратно разводим верхушки побегов в разные стороны и крепим их сначала к проволоке нижнего яруса, а затем уже следующего, то есть соседнего сверху. И при этом для крепления мы используем изолированный кабель. В дальнейшем же лоза даст молодые зеленые побеги, которые мы будем подвязывать на шпалере уже на третьем и четвертом ярусах. Такая одноплоскостная вертикальная шпалера, она идеальна для легкого и доступного ухода за растением. Несмотря на простоту своего устройства, она имеет много преимуществ. Например, за ней легко ухаживать. Очень просто формировать виноград и легко следить за нагрузкой на кусты. Вдобавок, очень легко проводить чеканку и выломку побегов. Кстати, именно обрезка считается одним из самых сложных мероприятий по уходу за виноградом. И это вполне объяснимо, ведь разобраться в дебрях винограда нелегко. Да и сами названия-то чего стоят. Поэтому специально для того, чтобы хоть как-то помочь разобраться в тонкостях этого процесса, В одном из моих видео я подробно рассказывала о правилах обрезки винограда с самого первого года, предварительно разобрав виноградный куст в деталях. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok